Приветствую вас на нашем канале про пчеловодство, привет нашему специалисту Так, сегодняшняя тема видео, как обычно, интересная, друзья Меня вот задавали вопрос, я, в принципе, честно говоря, снимаю эти видео уже по стандарту На каких рамках лучше зимовать, на светлых или на темных Я в действительности решил этому видео посвятить вот этой теме отдельное видео Чтобы вам, в принципе, дословно и понятно все объяснить Есть такая тенденция, что, я не знаю, это миф, откуда оно вообще взялось, я пришло, я не знаю Я это, в принципе, не изучаю И, честно говоря, я сугубо, если брать меня с теорией, то я вообще так себе теоретик Я больше практик, имеется ввиду, что мифы, на украинский мовится звучать рунивые мифы Понимается ввиду, что я больше, как бы, посмотреть, сделать что-то, знаете, вот так Как-то с гомнопулю, там, или что-то типа такое Ну, это мой стиль жизни, образ жизни, там, да, сказать, а что, на слабо, а что, мне не можно То-то я так То я, друзья, не знаю, откуда пошла вот эта крылатая фраза, что пчелам тепло зимовать на темных рамках Вообще, сейчас я вам начну объяснять определенные моменты, которые есть при зимовке на темных рамках Не забывайте, почему стоят темные рамки Есть, ну, они стоят, как, сначала мы берем светлую рамку Вот, допустим, я сейчас выму одну светлую рамку, если она светлая у нас Мы берем светлую рамку, вот такую, да И через определенное время эта светлая рамка встает темной рамкой Почему? Да все просто Длительное время вывода расплода с одной рамки приводит к тому, что она темнеет Получается, что первый раз, когда мы выводим расплод Ну, пчелы выводят с этой рамки расплод, матка там отсевается, то рамочка немножко темнеет Второе Второй вывод, она еще темнеет Третий, четвертый, пятый, ну, что немаловажно, то Смуживается также сама ячейка Вот, видите, вот это, вот это, вот этот сот уже будет немножко меньше, чем сот светлой ващины Только что отстроены Соответственно, друзья, для того, чтобы выкормить тысячу Точнее, 10 тысяч пчелиных личинок пчелы должны скормить Я, друзья, точно помню, что чуть больше килограмма, но точно не могу сказать Ну, давайте я возьму примерно за ориентир Вот, извините меня, вы мне скажете, что я, например, не сильно понимаю, что сейчас говорю Как обычно, но имеется в виду, я помню, что как-то мы снимали материал Я говорил, то ли кило двести, но там цифра немножко прыгает в разных ученых Но пускай это будет полтора килограмма И мы не будем ошибаться И перги, около 800 грамм Но пускай это будет тоже один килограмм Чтобы мы, опять же, не ошибались И пускай это будет в плюсе И имеется в виду, что 10 тысяч особей, которых вы выкормили пчелы Это у нас получается так Семья вообще просела немножко Это у нас получается один килограмм Один килограмм пчелы Вы ловите мой ход мысли Для того, чтобы выкормить один килограмм пчелы, нам нужно полтора килограмма меда и один килограмм пирги Вот это, видите, вот это темная сушнина И она имеет меньшую ячейку сота Так, здесь у нас степная Она, в принципе, перезимует без проблем За нее не переживаю Нужно будет только сократить Таким образом, друзья По сути, мы выкормим тех же 10 тысяч пчел Мы выкормим тех же 10 тысяч пчел Без разницы В темных или в светлых вощинах Но какая же разница, вы мне скажете Пашка, а про что ты рассказываешь? Какая там разница? Бог ты мой А в том-то и разница, что вес 10 тысяч пчел в темной вощине будет меньше И, соответственно, 10 тысяч пчел, это будет 800 грамм Чем меньше пчела, тем больше она работает Ну, имеется в виду, меньше принесет меда Меньше она развита Меньше жировое тело Соответственно, я так себе прикидаю, что она будет меньше жить Соответственно Пчеловоду намного выгодней Когда, например, той же ж весной Первый вывод Пчелы будет из светлой сушнины Вот, вот такой Вот такой Это первый, как бы, плюс Второй плюс от светлой вощины Второй плюс Это не накопление разных болезней И разных Лечебных средств Которыми обрабатывались пчелы Вы мне скажете, Пашка Какое это имеет значение? Друзья Если кто не знает Я вам сейчас расскажу Определенный интересный момент Что Все болезни И, например, тот же ж американский гнилец Он Сам по себе Как бы очень Ну, споры имеется в виду Разных болезней Тот же ж американский гнилец Почему он такой Жесткий и живучий? Это все просто Оно распространяется по улью По рамках По суше Оно распространяется по сотах Имеется в виду И американский гнилец Очень длительное время Может жить Через то он такой опасный Имеется в виду В таком пространстве В чилиной среде Как бы сказать Споры того же Аскофероза Тоже мешочковатого расплода Может длительное время Находиться В суше Особенно темной суше Ну, представьте себе Есть ли ваша сушь Вот просто Вы поймите, друзья Вот эта семья Была больна В прошлом году Или давайте Четыре года назад Была больна Мешочковатым расплодом Да И как обычно Это же вся наша пасека И мы с ней В принципе работаем Мы Выняли вот например Отсюда там Две медовых рамки Темных Вот темных И переставили в эту семью И еще вытянули Переставили еще сбоку В семью А потом Хопа И вот эти уже семьи Имеют вот этот Как бы Вот эту болезнь Она не проявляется Никаким образом Эти болезни проявятся В определенный момент Или аскофероз Пчелы сами Им не больны Для них Ну как бы Сами пчелы Этим еще не заболели Никаких проблем У них как бы Не присутствует Но когда мы Перебрасывали эти рамки При определенных моментах Вот эта болезнь Скажется на пчелах На том же расплоде И тому подобное Имеется ввиду Что передача Разных болезней Через соты Очень сильно Ну как Не то что Это очень серьезная проблема Светлые и темные рамки Холодно Жарко В принципе Я зимовал на светлых И на темных рамках Потому что Когда только начинали работать То тоже Брат говорил Что Должны быть только Темные рамки Потому что им тепло Тепло на них Ну а как обычно Этих рамок не хватает Так тоже на них будет зимовать Нужно были только светлые Да И нормально Все Все перезимовали Никаких проблем В принципе Не было Таким образом Что мы только что Проговорили Друзья На светлых рамках Нету болезней Которые есть В улье Длительное время Это имеется ввиду Болезнь Соты Это как ДНК История История всех болезней Они есть все В этом улье Второе Пчела Намного больше В светлых рамках И третье Вам хочется Постоянно Играться С этими Разными болезнями Которые Время от времени Появляются У вас на пасеке Меняйте Эти рамки Постоянно В этом году Вот видите Мы пускаем Светлые рамки Весной Те темные рамки Которые были По возможности Все будут убраны И блин Выброшены Вплоть до того Что даже С расплодом С одной стороны Мне скажут Пашка Ну с расплодом Зачем это так делать Да вот Это же ужасно Все просто В этом расплоде В первом Будет весь клещ Я ее взял Весь перетопил И проблем никаких нет На семью Это сильно не скажется А если мы уничтожим клещ То проблем вообще Никаких не будет Наоборот Это будет большим плюсом Чтобы вы понимали Вот такая Друзья Ситуация Так Так что Если выбирать Между светлыми И темными То конечно Лучше зимовать На Светлых рамках Или на таких Светло-коричневых Вот такая еще Рамка Тоже неплохая Видите Она светленькая Спрашивали меня Еще интересный момент А что ты так Рамки трусишь Там же шматка Она же может Убиться Что-то с ней Случится Ребята Там матка Сейчас бегает Как корова Проблем Я точно С ней никаких Не должно Ну не то Что не должно быть Я не вижу Чтобы с ней Были какие-то Проблемы Убираем Все которые Рамки мне не нравятся Семью Оставляем На пяти рамках Я думаю Этого достаточно Оставляем Одну темную рамку На этой темной рамке Очень много мед Все Как бы Ну вот эту еще Рамку можно Оставить Вот таким образом Мы семейку Отправляем В зиму Да Семья готова К обработке От клеща Все друзья На этом хочу Закончить Всем всего Наилучшего Всем пока